За текущий год в Сарове зарегистрировали 8 преступлений коррупционной направленности. В основном случаи были связаны с тем, что руководители предприятий знали о ненадлежащем качестве поставляемых товаров и услуг и не принимали мер по расторжению договора о поставке, получая из этого выгоду. Всех преступников привлекли к уголовной ответственности. Суд рассматривает данные уголовные дела, и, как правило, это тяжкие составы преступлений. Уголовная ответственность, по которой предусмотрено, помимо штрафа. Естественно, если лица, совершившие данное преступление, находятся в мечащей какие-то обстоятельства, или он идет на сделку с правосудием, возмещает материальный ущерб, то суд может исключить лишение свободно. У коррупции много разновидностей. Это не только взяточничество, подкуп, но и незаконное присвоение товаров и услуг, которые предназначены для общественного потребления, кумовство и другие злоупотребления своим служебным положением для обогащения. В ряде случаев подарки и вознаграждения тоже могут быть отнесены к преступной деятельности. Это зависит от стоимости и значимости презента. Если там определенная сумма, то, в принципе, подарком человек может пользоваться. Ну, там, образ, как торт на день рождения, например, стоимость не составляет больше тысячи рублей, и он скоро поручишь продукты, как бы, и все. А если там какие-то путевки в санаторий, непосредственно в какие-то услуги, там, окраска машины, там, делать ремонт, там, рок-техника, там, сотовый телефон, бижутерия, украшения, сумма которых превышает порядок определенной категории, то о данном факте должностное лицо, согласно постановлению председательской федерации, должен проинформировать непосредственно руководителя. Коррупционные преступления выявить сложно, так как они невидимы для посторонних. Сотрудники отдела экономической безопасности проводят большое и значительное расследование. Такая работа может занять до одного года. Проверить те или иные материалы, связаться с поставщиками, запросить их нехарактеризующие сведения. Ведь у каждого материала свои характеристики. Толщина металла, например, разная. Тепопроводность, сечение проводов, количество, толщина линолеума, там, ну, элементарно. То есть, есть такие факты в Сарове, то, что подрядчики используют более, так скажем, некачественные материалы. В прошлом году в стране зарегистрировали 35 тысяч преступлений коррупционной направленности, что составляет менее 2% от всех правонарушений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.